Меры по обеспечению общественного правопорядка и профилактике правонарушений, в том числе средине совершеннолетних, обсудили члены Общественной палаты города. В заседании Круглого стола приняли участие представители правоохранительных органов, администрации областной столицы и представители общественных организаций. Инициатором встречи стали представители Сбербанка, главный офис которого расположен на пешеходной улице Твери. По мнению сотрудников банка, в вечернее время на трехсвязкой собирается много молодежи, и зачастую их поведение способствует созданию опасных ситуаций, как для них самих, так и для окружающих. Необходимо в данном вопросе навести порядок, потому что центральная часть города является в том числе туристической зоной, это как имиджевые риски для Твери. Данные условия не позволяют жителям города находиться в спокойной обстановке при наличии таких случаев. Летом для патрулирования на центральных улицах правоохранительными органами были выделены дополнительные силы. В частности, по выходным работали пешие патрули, а также проводились массовые оперативно-профилактические мероприятия. С 7, 8, 14, 18 по 24 и 30 июля были проведены массовые оперативно-профилактические мероприятия. В ходе данного мероприятия было задержано 148 лиц за совершение административных правонарушений. Хотелось бы отметить, что из данного количества лиц несовершеннолетних было задержано всего 7 человек за совершение административных правонарушений. Участники встречи коснулись вопроса профилактики правонарушений среди подростков. Большую роль в этом играет грамотно организованный досуг, приобщение подрастающего поколения к культуре и спорту. Самое для молодого человека или девушки занятие актуальное – это спорт. У нас в Твери огромное количество спортивных секций, куда можно идти и бесплатно заниматься. Направления другие, которые есть, это та же самая общественная деятельность. У нас есть направления по творческим вопросам. Те же самые школы изобразительного искусства, театральные кружки. Насколько это интереснее, чем просто ходить по трехсвятской. Во время круглого стола собравшиеся высказали свои предложения по профилактике правонарушений. Среди них установка дополнительных камер видеонаблюдения, размещение на экране роликов социального характера. Продолжение следует...